Я вас приветствую на своем канале, как всегда, Мугбанг, Мугбанг, что-то у меня, это, встреча. И самые интересные темы только у меня на канале. Сегодня у меня паста с брокколи, но поближе, поближе вам хочу показать красоту. Надо есть пасту обязательно, когда она горячая, она вкуснее, и чтобы сыр не слипался. Всем приятного аппетита, сейчас я ее хочу, кстати, я ее не пробовала. Ммм, вообще, то, как я люблю. Брокколи аль денте, хрустящие, не размазня. Я пасту сделала, как всегда, острую. Вы же знаете, я любительница остроты, острой еды. Добавляю пасту, острую карри. Это самая вкусная острая паста, которую когда я либо пробовала. Мне хотелось чего-то мясного добавить, но, к сожалению, ничего не нашла. Добавила рубленную домашнюю вкусную колбасу. Но это как мясо. Вот это чистое мясо. Итак, сегодняшняя тема такая. Кстати, не забывайте поставить лайк на видео, написать комментарий. Спасибо, кто это делает в Англав. Я научилась делать это сердечко в Англав. Итак, сегодняшняя тема. Что меня сподвигло на эту именно тему? Ну, во-первых, это рассказ моей знакомой. Хороший, краткий такой, знаете. Это даже больше не рассказ, а чисто вот размышление, скорее всего, да, от данной ситуации. Что нас делает счастливыми? Вот что нас делает счастливыми? Счастья не купишь, да? Что ещё можно сказать? И я прочитала у одной, у одного блогера, девушка. Безумно мне нравится. Она ведёт свою страницу. И она как раз написала целый пост, очень интересный. Он короткий, но доходчивый, я бы так сказала, о том, что счастья ты не купишь. Даже если вы наденете на себя самые богатые украшения, самое красивое платье, вас не влюбится тот человек, который, ну, вы не получите взаимной любви, да? Мы говорим о здоровых отношениях, а не о том, что там какая-то женщина ищет себе Альфонса. И моя знакомая рассказала, как она пыталась найти счастье. Вернее, не пыталась. Она думала, что будет счастливее, если будет скупать всю дорогую одежду. Ну, вот то, что ей там нравится. То есть не одеваться в масс-маркете, да? Потому что если она будет одеваться в масс-маркете, её никто не полюбит. Вот у неё была такая навязчивая идея, что ли, якобы, что вот мужчина её должен полюбить за то, что она дорого-богато одета. Паста очень вкусна. Приятного, кстати, аппетита, кто со мной ест. Как снимать? Сажусь вечно под окном. Тусовка из машины идёт. Итак, начну свою историю про мою знакомую. Ещё раз говорю, она поделилась со мной своими мыслями, своими переживаниями, что она думала и что из этого вышло. В плане отношений. У неё когда-то были отношения долгие. То есть за всю её жизнь отношения у неё только были один раз. Серьёзные, долгие отношения. Ну и там лет 10 она вот была одна в поиске своего любимого. Куча романов, куча встреч, постоянные интрижки какие-то с мужчинами. То женатые ей постоянно мужики попадались, которые ссали ей в уши о том, что они, ну классика жанра, не спят с женой, не любят жену, не хотят жену, уйдут из семьи. И вот это она хавала-хавала всё. И, видимо, то ли её самооценка, ну то есть это с её слов, то ли её самооценка упала, то ли, ну вот из-за вот этого, знаете, она выработала комплекс неполноценности из-за многочисленных неудачных романов. И вот она решила для себя, что якобы она заметила такую тенденцию, что если она одевает, допустим, там дорогое платье, ну вот дорого-богато она выглядит, не в плане даже внешне, а что она знает, что, допустим, у неё там кофта стоит там 20 тысяч рублей, ну, к примеру, да, я вам говорю, чтобы вы поняли, да, то якобы на неё начинает обращать внимание мужчина, с ней начинает знакомиться, а вот когда она вышла там в рубашке, допустим, там, сочендема, грубо говоря, да, что вот никто на неё не смотрит, мужчина тоже обращает внимание, как девушки одеты, что вот, ну, типа, если она будет одеваться дорого-богато, и вот дорогой, богатый мужчина на неё якобы обратит внимание и захочет с ней не просто интрижку, серьёзные-серьёзные отношения, вот она начала психически скупать вот эту всякую дрянь, причём безвкусную, вы же понимаете, что такая вещь, да, что ты можешь одеться даже чуть ли не на базаре, не на где-то, но если у тебя есть чувство вкуса, аккуратности, то ты можешь выглядеть и за тысячу рублей в футболке стильно, красиво, дорого, богато, да, можешь купить там пиджак за 50 тысяч рублей, он будет так нелепо на тебе сидеть, что как будто вот как из рынка, да, сейчас заболталась и не ем ни черта. Да, на неё обращали внимание, потому что она себя чувствовала более, конечно, уверенной, да, но этим ничего хорошее не вышло. В итоге она встретила мужчину, как ей казалось, что вот наконец-то серьёзные отношения, хотя они прообщались всего лишь две недели. он показал себя, что он при деньгах, что он щедрый, но щедрость максимум его оказывалось девочке, это только какие-то походы в ресторане за это всё время, да, то есть подарка она никакого не получала, но в итоге, как оказалось, машина это не его была БМВ, а какого-то там брата свата, который улетел за границу и дал просто покататься своему то ли родственнику, то ли это друг хороший, то ли это дальний какой-то дядька, там, то есть там не разберёшь, кто это и что это. сам он гол, как сокол, не было работы, то есть он временно был безработный, а говорил, что у него собственный бизнес, что он собственный бизнес, работает, ну, типа с дядей семейный бизнес, у него полно свободного времени, то есть он с ней встречался, ну, там, днём, утром, и вот как клещ к ней прицепился, а она-то думала, что это любовь, и вот эта вся одежда, всё это, всё, когда-то кто-то ему то ли подарила, то ли он, ну, то, понимаете, часы неизвестно, настоящие это были, или поделка, но я говорю, скорее всего, поделка, ну, то есть человека, если нет денег, у него нет машины, он бедный, безработный, он подумал, что ты его будешь, ну, то есть она себе нашла какого-то альфонса. когда это всё вскрылось, а как это вскрылось, да, потихоньку начало вскрываться, по-моему, через две недели, может быть, три недели они общались, ну, что-то вот до месяца. Он начал приезжать к ней без машины, она говорит, что случилось? Он говорит, да, ремонт сломалось, ну, сломалось и сломалось, вот, а потом она услышала разговор, он ушёл говорить, ну, вот, краем уха, ей это интересно, она уже что-то начала вот подозревать, оказывается, машина не его, оказывается, он там говорил, да, я вот поставил машину, всё, типа, забирай, ну, там, в гараж отвёз, ну, что-то такой вот разговор был, потом, видимо, у него начали заканчиваться деньги на ресторан и всё остальное, он мягко начал говорить о том, что небольшие проблемы, машина сломалась, денег на ремонт очень много для машины, ну, и к чему это всё, да, это, можно так сказать, классическая история про обеспеченную девушку, которая встретила, к сожалению, Альфонса, который ей показал, что вот он супер-мужчина, он её любит, на руках носит и так далее, всё бы ничего, да, в принципе, ладно, может быть, действительно, можно встретить такого мужчину, который тебя вот полюбит и не придираться, у всех бывают временные трудности и в работе, в финансовом положении, да, кто-то без работы, кто-то ищет в поиске работы, да, можно, но тут классический уже начался развод про, про деньги, потому что намекая о том, что сейчас мне тяжело, ну, намекая, чтобы она в него начала вкладываться, и она озвучивает свои мысли о том, что она говорит, зря я это всё делала, вот эти шмотки, напяливала, потому что меня вычисляли вот такие а-ля альфонсы, а мужчины, ну, они ж трусоваты, настоящие мужчины, они меня, наоборот, побаивались из-за того, что вот я вся одета, разодета, да, и они как-то остерегались ко мне вот подойти, говорит, я переосмыслила, я, наоборот, отталкивала мужчин, но это всё к чему? Что бы вы на себя не надели, мы же влюбляемся, да, мужчины влюбляются в какой-то свет женский, в улыбку, но не на шмотки они смотрят, они смотрят, что вы излучаете, как вы смеётесь, ваши движения, для них как-то походка, как-то прошла, то есть, то, что у вас внутри, и это вот счастье не купишь, люди одеваются дорого, богато, они, это мимолетное, вот, знаете, такое влечение, даже я по себе знаю, я, я там, люблю шопинг, да, но это удовольствие, вот это мимолетное счастье, оно проходит очень быстро, ну, то есть, ты принёс эти пакеты домой, и что? То есть, мы пытаемся купить счастье за счёт, там, побрякушек, можно так сказать, да, но они-то, по сути, нас не делают счастливыми, да, они нас делают более, там, симпатичными, красивыми, и так далее, но счастье состоит в другом, что счастье не купишь, счастье внутри себя, как ты себя чувствуешь, и она перестала, говорит, я перестала скупать дорогую одежду, ношу, говорит, скромно, со вкусом, ну, вот пока одна, а я говорю, перестань зацикливаться на мужике, если ты не умеешь быть счастливой одна, сама с собой, тоже мне много спрашивали, Лиза, вот тебе не скучно одной, мне прекрасно, мне комфортно одной находиться, поэтому научитесь ладить с собой, не скучать с собой, иначе вам будет так же скучно с кем угодно, девочки, какая вкусная паста, выставлю рецепт, рецепт видео, готовьте, я вас целую, обнимаю, спасибо вам за вашу поддержку, спасибо большое, кто ставит лайк, комментирует, я вас целую, обнимаю, я побежала на тренировку, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok